Начнем с зоны ответственности оперативно-стратегической группировки войск. Север. На Волынском-Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на стратегически важные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы с Белгородской областью. Переходим к зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Хортица. На Купинском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районах Синьковки, Восточной Петропавловки и Ивановки, где противник пытался прорвать оборону наших войск. Лиманское направление. Там украинские защитники отразили 13 атак оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области, а также восточнее Тернов и Спорного Донецкой области. Переходим к Бахмутскому направлению. Там наши воины отразили 7 атак противника возле Богдановки, Клещевки и Андреевки Донецкой области. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Таврия на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны отразили 14 атак противника в районах Новокалинова, Восточной Новобахмутовки, Авдеевки и еще 22 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. На маринском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Маринки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 10 атак. А на шахтерском направлении враг наступательных штурмовых действий не вел. Переносимся на запорожское направление. Там силы обороны Украины отразили 6 атак противника западнее Вербового и южнее Работи на Запорожской области. В то же время на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике. Истощают его вдоль всей линии фронта. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Одесса на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наше подразделение с занимаемых позиций, совершил более 30 безуспешных штурмовых действий, получил отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника. Субтитры создавал DimaTorzok